Помните фильм «Пираты Карибского моря», где у Джека Воробья был компас, который не раз его выручал? Этот предмет стал первым навигационным прибором, который позволял морякам выходить в открытое море. С давних времен главным спутником мореплавателей является компас. Его изобрели в Китае в III веке до н.э. Это устройство помогает ориентироваться на местности. Первые компасы были чрезвычайно неудобны в эксплуатации, потому что состояли из двух частей. Первой была отполированная медная тарелка, вторая часть – это ложка, выполненная из магнетида – магнитного железника. Такая ложка указывала черенком на юг или близко к тому, ведь тогда древнекитайский компас был весьма неточным прибором. Потребовалось более тысячи лет, чтобы усовершенствовать компас. В XI веке в Китае Шиньгуа предложил вариант компаса, в котором свободно закрепил магнитную стрелку на игле. Позже европейцы додумались поместить иглу с магнитной стрелкой в середину бумажного круга. Случилось это в XIV веке. Прототип современного изделия появился в 1302 году. Его создал Флавио Джойя. Легенда гласит, что он был влюблен в дочь богатого рыбака. Отец отказывался отдавать дочь тому, кто ни разу не был в море в бурю. Чтобы получить руку его дочери, Флавио должен был проплыть по прямой на лодке в ночное время суток. Тогда он и придумал компас и выполнил задание. Хотя многие считают, что такого никогда не было, и компас придумал кто-то другой. Изобретение компаса настолько уникально, что его внесли в список четырех великих открытий наряду с появлением пороха и бумаги. Это изобретение получило большое признание во времена великих географических открытий. Продолжение следует...